Она ела только апельсины в течение тысячи восьми дней и стала выглядеть на 20 лет моложе. Лучшим средством для усиления огня пищеварения, несомненно, являются фрукты. Фрукты могут сотворить чудеса для тела. Человек может стать необыкновенно живым и активным, мозг будет работать наилучшим образом. С экологической точки зрения это также самое разумное решение. Садгуру, вы сказали, что то, что мы едим, может влиять на наше психологическое состояние. Медицинская наука говорит о том, что фрукты и овощи способствуют психологическому здоровью. Так ли это? И полезна ли фруктовая диета только для тех, кто выполняет определенные духовные практики? Или она подходит и для людей, ведущих обычный образ жизни, включающий работу, семью и большое количество физической активности? В любой машине, в любом виде топлива, которое мы используем. Эффективность топлива, по сути, определяется тем, насколько легко оно сгорает. Почему в автомобилях вы используете один вид топлива, в тракторах другой, в гоночной машине третий, в самолете четвертый? Разница же по сути в том, насколько легко оно сгорает. Вы видели, как на заправках указывают октановое число? 87, 89, 90, 91, 93, 96. Когда мы ездили на мотоциклах, мы платили в три раза больше и покупали бензин с октановым числом 100. Потому что с ним мотоцикл вдруг начинал ехать так, как другие не могли. Так что вы прекрасно знаете, что самая легко усвояемая пища — это фрукты. Пищеварение означает джетарагми, или пищеварительный огонь. Для того, чтобы этот огонь горел наиболее эффективно, безусловно, лучше всего подходят фрукты. Только те люди, которым нравится инертность, то есть они получают удовольствие от того, что какая-то часть их мертва, не думайте, что это шутка. Таких людей много. К сожалению, многие люди наслаждаются своей литургией и инертностью. Это означает, что в какой-то степени жизнь не коснулась их. Погружаясь в сон, находясь в состоянии опьянения, переедая или просто лёжа, они чувствуют себя лучше, чем в активном и динамическом состоянии. Так что только для такого человека фрукты могут быть проблемой, потому что они будут поддерживать его в состоянии бдительности и бодрствования. Они не вызовут у него опьянения, если только, конечно, не начнут бродить. У фруктов есть и такая способность. Вам просто нужно подождать. Можно познать невероятное чувство радости, опьянения и глубокого удовольствия, также и от высоких уровней осознанности. Но теперь вопрос. Могу ли я быть нормальным и есть фрукты? Или так, могу я есть фрукты и оставаться нормальным? Знаете, даже Адам начал с фрукта. Так что, когда мы говорим о фруктах, мы должны понимать, самой природой им предназначено быть пищей. В том смысле, что большинству фруктов, скажем, манго или яблоку... Сейчас месяц мая, не хочу говорить о яблоках, я буду говорить о манго. Косточка — важная часть манго. Его мякоть — это только приманка, чтобы животные и птицы взяли семя, отнесли куда-нибудь подальше и там бросили. Я думаю, что на этот вопрос можно легко найти ответ в вашей обычной жизни. Предположим, вы заболели или лежите в больнице. Никто же не принесет вам биряне из курицы. Вам принесут фрукты. Потому что даже ваши друзья и родственники понимают, что вы заболели от того, что ели, что хотели. И, по крайней мере, теперь должны есть разумно. Вот в чем суть послания. Так что фрукты могут творить чудеса с организмом. Достаточное потребление фруктов может принести огромную пользу вашей системе. Вы можете стать очень живыми и активными, независимо от того, каков ваш образ жизни. Но если вы выполняете физическую работу, например, каждый день копаете, не с помощью машины, а вручную, если вы выполняете тяжелую работу, тогда вы можете обнаружить, что на фруктовой диете вы будете испытывать чувство голода каждые два часа. Потому что вы не можете съесть больше определенного объема. Но он переваривается настолько быстро, что желудок у вас скоро будет пустым. Пока вы не достигнете определенного уровня осознанности, когда вы сможете оставаться энергичными даже с пустым желудком, потому что голод означает, что у вас заканчивается энергия. Это как будто у вас садится батарея. Вот почему вам нужно есть. Но сегодня многие, или я бы даже сказал большинство людей, когда они чувствуют небольшую пустоту в желудке, им сразу хочется есть. Чтобы избавиться от этого, вам нужно немного осознанности в том, что даже если у вас пустой желудок, все равно с вами все в порядке, потому что у вас есть энергия. Если ваша энергия начнет падать, тогда ешьте. Итак, если вы придерживаетесь только фруктовой диеты, вам, возможно, придется потратить немного больше времени на еду и есть медленнее, чтобы съесть достаточно фруктов. Потому что даже употребив небольшое количество фруктов, вы уже будете чувствовать себя сытыми, ведь они, как правило, сладкие. Поэтому нужно не торопиться и есть медленно. Внутри нас есть также биологические часы. И скажем, если ваш обычный прием приготовленной пищи занимает 10-12 минут, то по истечении 10-12 минут, даже если вы едите фрукты, ваше тело скажет, что вы уже съели достаточно. Поэтому вы должны сознательно есть больше, потому что эти внутренние часы отслеживают время, но не определяют наполнение. И когда эти 10-12 минут истекают, вам кажется, что вы сыты. Таким образом, нужно преодолеть это и есть достаточно. Но если вы придерживаетесь только фруктовой диеты и физически очень активны, важно, чтобы вы ели, возможно, 3 раза в день. И большинство из вас, вероятно, уже так делают. Так что, если вы спите 6 или 8 часов, или сколько бы там ни было, в течение оставшихся 16-18 часов, трехразового приема пищи будет более чем достаточно, если вы будете есть фрукты. Но желудок при этом будет пуст уже через 2 часа. Вам нужно привыкнуть поддерживать высокий уровень энергии с пустым желудком. Тогда ваш мозг работает лучше всего, и вы как человек функционируете лучше всего. Это хорошо для вас. Так что, если вы хотите использовать свои умственные способности, а также быть физически активными, это хорошо сработает для вас. Но мы не знаем, чем наполнены фрукты, которые вы покупаете на рынке сегодня. И это проблема. Потому что я могу определенно сказать, что деревенские фрукты, которые мы ели, когда были маленькими, и те, которые выращены на фермах сегодня, даже в Индии, очень отличаются. Они намного больше, округлее, лучше выглядят. Но это похоже на ботокс. Так это не работает. Я ясно чувствую, что в этих фруктах нет того же уровня силы и энергии, просто потому, что они произведены для рынка, а не для человека. Эти фрукты, по сути, сделаны для рынка. Это не значит, что они абсолютно бесполезны. Но в них нет той же питательной ценности, которая была раньше. Поэтому нам, возможно, придется подкрепить их некоторым количеством другой пищи. Вы должны смотреть, какие фрукты вам доступны. Для каждого времени года есть свои фрукты. Удивительно, что то, какие фрукты Земля приносит в то или иное время, лучше всего подходит для вашей системы в это время. Есть много научных исследований на этот счет. Когда холодно, когда жарко, когда очень высокая влажность, в тот сезон растет нужный вид фруктов. Если вы едите фрукты, выращенные в вашей местности, но сейчас вы едите фрукты, которые привозят из Новой Зеландии. И это совсем другое. Если вы едите то, что дает Земля там, где вы живете, вы увидите, что нужные фрукты для вас приходят к вам в нужное время года. И это лучшее, что следует есть в это время. К тому же экологически это очень разумный способ питания. Сейчас мы запускаем кампанию, в рамках которой каждый должен перейти в своем питании по крайней мере на 30% фруктов. То есть по крайней мере 30% вашего рациона должны составлять фрукты. Потому что если 30% вашей пищи поступает с деревьев, а не со вспаханной земли и посевов, с экологической точки зрения это будет иметь огромное значение для всего мира. И если вы пытаетесь перейти от мясоедения к фруктам, вы можете обнаружить, что вы как будто ничего не ели, потому что вы привыкли к тому, что вас тянет вниз, к земле, после такой тяжелой пищи. Я хочу, чтобы вы поняли. В любом случае вас притянет к земле. Такова природа. Но сейчас то, что называется жизнью, появляясь из земли, выглядит так, как будто ей не принадлежит. Мы летаем так, что не похоже, что мы вышли из земли. Даже птица, которая парит в небе, состоит из земли. Но когда она парит там, наверху, про нее не скажешь, что она похожа на землю. Итак, любая жизнь после своего появления не выглядит, как земля. Но мы принадлежим земле. Если мы хотим по-настоящему быть активными, тогда топливо, которое мы потребляем, топливо, которое мы заправляем эту систему, должно гореть быстро и легко сгорать. То, что легко сгорает, есть лучшая пища. Без сомнения, в нашем желудке фрукты сгорают быстрее всего. А это означает наименьшее количество остатков, наименьшую нагрузку на систему, наименьшее количество стресса в системе. Так что, безусловно, это многое может изменить. я знал одну даму, которая тысячу и восемь дней употребляла только один вид фруктов — апельсины. Эта дама тысячу восемь дней ела только апельсины. У нее было много болезней. Когда она начала, у нее был диабет, высокое кровяное давление. мне привели целый список проблем, которые у нее были. Щитовидная железа — очень серьезная проблема с щитовидной железой. Избыточный вес. Через тысячу восемь дней она выглядела на двадцать лет моложе и была полна жизненных сил. Все ее болезни полностью исчезли. Это касается только одного человека. Пожалуйста, не переходите все на апельсины, иначе у нас вся апельсина закончится. Или, по крайней мере, переезжайте во Флориду. Фрукты многое могут изменить, особенно в современном мире, потому что мы ценим человека, я имею в виду в профессиональных сферах. Мы ценим человека за силу его мозга, а не за силу мышц. Если вы не занимаетесь рестлингом, конечно, или чем-то еще в таком роде. Так что в этом отношении фрукты, конечно, будут иметь огромное значение. И с экологической точки зрения это самое разумное, что можно сделать. Разница между фруктами и мясом в том, что одному человеку, чтобы выжить, скажем, вам нужно выживать только на мясе. Тогда, по приблизительным подсчетам, нам понадобится 15 тысяч литров воды для производства мяса для одного человека на один год. Если вы перейдете на фруктовую диету, нам понадобится 300 литров воды. Это стоит того. Тогда все реки снова станут полноводными.